Всем привет! Давненько у меня на канале не было каких-то развлекательных видео, все были какие-то серьезные темы, и мне захотелось в кои-то веки сделать что-то такое веселое. И недавно я попала на такой челлендж, как макияж без использования кистей. Я в целом руки вообще ненавижу использовать, когда делаю макияж. Многие любят основу наносить руками, там консилер. Для меня это, ну скажем так, совсем нелюбимый способ нанесения косметики, но тем не менее мне захотелось посмотреть, на что я способна, используя только сугубо мои руки. Я приготовила здесь косметику, которую посчитала, что она подойдет для этого способа нанесения. Какие-то продукты, которые скорее всего, с помощью которых скорее всего получится хороший финальный результат. Ну посмотрим, что у меня получится. Если вам это интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Первое, с чего я хочу начать, это нанесение тональной основы. Это, наверное, будет один из самых простых шагов. Я выбрала тональную основу от Bourjois Healthy Mix Serum. У меня оттенок 52. И здесь, в принципе, особо никаких хитростей не будет. И, скорее всего, я ее смогу нормально растушевать, потому что она такая легкая по консистенции. И нормально растушевывается руками, в принципе. Вот я даже сейчас вот смотрю. Единственное, руки, конечно, грязные после этого. Именно поэтому я и не люблю нанесение руками, потому что кисти как-то все-таки ты используешь очень много разных кистей во время того, как наносишь макияж. А здесь руки одни, и каждый раз нужно их или мыть, или вытирать о салфетке со средством для снятия макияжа. В общем-то, жутко неудобно. Но, кстати говоря, расход, по-моему, меньше, потому что я сейчас взяла вот одну помпу, и как будто у меня на все лицо сейчас этой хватит, этого. А так, когда я наношу спонжем, то я использую где-то 2,5 вот так вот где-то помпы. Не самое лучшее нанесение в моей жизни, потому что всегда руками получается как-то все равно оно инородно сидит на коже. Помним, видно вот слой косметики. Когда я наношу спонжем, то такое впечатление, что вообще от моей кожи ничем не отличается. Ну ладно, давайте перейдем теперь к консилеру. Консилер я тоже выбрала от Bourjois, это Radiance Reveal. Очень легкая консистенция у этого консилера, и мне тоже кажется, что с помощью рук он отлично растушуется. И для его нанесения не нужны какие-то особые инструменты, там кисти, спонжи. Давненько, кстати, я уже не пользовалась пальцем, даже для консилера. Я уже последние где-то полгода точно пользуюсь спонжем для всех продуктов для лица. И спонж мне нравится намного больше. Я поняла, почему мне не нравится, как выглядит после нанесения пальцем, потому что не получается настолько сильно распределить, то есть в руки не впитывается косметика. Поэтому все равно возишь вот так вот по лицу, и получается более толстый слой. Спонж, он, конечно, съедает частично косметику, но и финиш получается более натуральный из-за этого. Я в последнее время заполняю брови помадкой для бровей, но это абсолютно нереально сделать без кисти, поэтому я даже пытаться не буду это сделать. Я выбрала продукт, который, на мой взгляд, наверное, лучше всего здесь сработает. Я думала сначала взять карандаш, но карандаш тоже нужно растушевывать, иначе он может слишком жестко выглядеть в бровях. Единственное средство, которое максимально натурально может выглядеть, и при этом не требует какой-то особой растушевки отдельными кистями, это вот такое вот средство тонирующее для бровей. Это, кстати, тоже буржуа. Кстати, все, что я до этого использовала, было от буржуа, но, по-моему, это все. Но, тем не менее, это Брау Дизайн. Оттенок у меня Шатен. Оттенок темноват. Ну, в общем-то, это тонирующий такой гель для бровей, и у него действительно достаточно много оттенка в нем. Я, кстати, вот буквально сегодня делала коррекцию бровей, поэтому сильно прям немного, может быть, и не нужно этого средства. Ой-ой-ой. Сейчас, по-моему, уже будет перебор. А-а-а! Все размазала. Елки-палки. Без кистей, конечно, очень тяжело. Нет, брови без кистей это явно не мой конек. Конечно, можно сжульничать и вот это вот все снять, что остается здесь на вот этой вот кисточке, и потом прочесать. Но мне кажется, все-таки это жульничество. Поэтому будем пробовать руками растушевывать. У меня ничего, конечно, не получается. Но попробуйте, если оно можно. Ну, ладно, я сколько их не трогаю, все равно не получается он мне сделать лучше. Поэтому, наверное, надо заканчивать на этом и переходить уже к глазам. Первое, что я буду использовать на глазах, это базу. У меня это MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Здесь-то я уж точно справлюсь, потому что я всегда наношу ее пальцем. Здесь много ума не надо, чтобы нанести нормально. Тени, на самом деле, это тоже совсем непростая задача. Без кистей, нанесение теней. Ну, разве что, если взять какой-то один оттенок светлый и нанести его на все веко, тогда еще может, в принципе, быть нормально. Но я сегодня хочу сделать, ну, не то чтобы прям там смокий какой-то, но что-то такое, как бы, с растушевкой. Посмотрим, что у меня получится. Я использовать буду палетку от Too Faced Chocolate Bar. Сначала возьму вот этот вот светлый оттенок, такой оттенок шампанского. На мизинец нанесу. И потом пройдусь по всему подвижному веку. Дальше мне, наверное, надо работать с слоями, потому что если я возьму сразу какой-то слишком темный оттенок, то поставлю просто себе пятно. Поэтому я выберу какой-то нейтральный цвет. Наверное, вот этот вот. Он, в принципе, достаточно светлый. Так, на какой палец его взять? Ёлки-палки, каким мне будет удобно растушевывать. Может, этим или этим? Нет, этим нет. Вот этим, наверное. Вот, безымянным. Наношу. Так, ставлю пятно и начинаю растушевывать. А что, кстати, неплохо получается. Вот так вот еще втянусь. Все кисти будут без дела лежать. Не, не втянусь. Точно не втянусь. Хм, что, кстати, вроде даже и неплохо получается, по-моему. Вообще нормально. На нижнем веке, наверное, будет сложнее намного. Так. Хм, ну что, я, кстати, довольна даже, как у меня получается. Я, кстати, палетку вот эту Chocolate Bar выбрала не просто так, потому что тени в Chocolate Bar, да и вообще в Too Faced, они вот действительно такие вот, с ними легко работать слоями. Потому что лорак, если я буду то же самое делать, скорее всего, больше пятен наставить, потому что больше пигментация, и будет сразу вот такое вот четкое пятно, и без кисти его растушевать, скорее всего, будет сложнее. Здесь же может быть не такая высокая пигментация, но зато с ними намного проще работать. То есть, если у вас не сильно много опыта в плане растушевки теней, то у Too Faced вам, скорее всего, понравится больше. Так. Ну, мне очень даже нравится. Теперь я, наверное, возьму какой-то самый темный оттенок. Вот этот. Я уже такая прям дерзкая стала. Уже решила... Так, на что брать? Наверное, тоже на безымянный палец, но буквально вот так вот пару раз макну. Совсем чуть-чуть возьму и пройдусь вот здесь во внешнем уголке глаза. Так, многовато. Ладно, распределим сразу на два глаза. Надо было, наверное, этого не делать. Тот вариант предыдущий был лучше. Ну, все равно. Прям так, чтобы ужасно, то я бы не сказала. Так, с нижним веком надо что-то делать. А что же делать? Я, наверное, возьму вот этот оттенок, который я использовала первым и, может быть, смешаю его чуть-чуть вот с этим на мизинце. То есть, в основном буду брать вот этот и в конце буквально чуть-чуть захвачу еще того и постараюсь подвести нижнее веко. В принципе, я могу пойти достаточно низко, а просто потом вот так вот подтереть. Получится у меня так интересно? Вроде получается. Кстати, всемирно известный визажист Шарлотта Тилбери очень любит использовать пальцы во время нанесения макияжа. Она и тени растушевывает пальцами, и помаду бывает пальцами наносит, и вообще на лицо что-то, руками. Она говорит, что руки это ваши самые главные инструменты, и у нее получается очень натуральный создавать эффект. У меня же наоборот, получается... Тихо, какая-то, откровенно говоря. Так, теперь возьму опять тот же шиммерный оттенок и нанесу его во внутренние уголки глаза и так вот вместе с тем, что я нанесла на нижнее веко, растушую. С тенями на этом я, наверное, закончу. Теперь возьму карандаш. У меня это темно-коричневый карандаш. И я им пройдусь между ресницами и немножко по водной линии верхней, чтобы создать зрительно такой больший объем ресниц. Стрелки делать не буду, потому что любая графика на глазах будет привлекать внимание ко всему прочему безобразию, которое у меня творится на лице. Поэтому все такое максимально растушеванное. Я возьму тушь от Rimmel Weight Me Up и прокрашу ей как нижние, так и верхние ресницы. Начиная с нижних. Что касается щек, то я здесь понимаю, что какими-то сухими продуктами я вряд ли смогу воспользоваться настолько классно, чтобы это смотрелось хотя бы достойно. Поэтому я взяла кремовые продукты. Первый, который я буду использовать, это контурирующий стик от NYX. Он называется Wonder Stick. Очень классный. У меня вот буквально совсем чуть-чуть уже тут осталось. Очень часто им пользуюсь. Я его буду использовать не в плане контурирования, да, именно, а в плане, ну, как контурирования, потому что это все-таки не оттенок, именно как бронзера. Это именно такой, как серо-коричневый цвет. Но мне нужно какой-то создать рельеф на лице, иначе вообще будет совсем плоское лицо. Поэтому что-то, какой-то рельеф я должна создать, но тем не менее я не хотела пользоваться какой-то пудрой, потому что я знаю, что я ее просто не растушую. В качестве румян я буду использовать помаду от Wet n Wild в оттенке Rose Bud. Этому трюку уже, наверное, лет 60. Раньше очень многие так делали. Наносили помаду именно на щеки и слегка так растушевывали. И еще, когда был в моде монохромный макияж, то есть, чтобы все цвета были одинаковыми и на глазах, и на щеках, и на губах, то это вообще идеальный способ, потому что вам не нужно, во-первых, покупать 3 отдельных продукта, а во-вторых, 100% оттенок будет один и тот же. То есть, действительно, такой натуральный монохромный макияж получается. Так, хайлайтер я использовала от E.L.F. Кремовый Shimmering Facial Whip и оттенок Spotlight. Это холодный белый цвет. Ой, люблю я этот хайлайтер вообще. Он просто бомба. Стоит 2 доллара, по-моему, если я не ошибаюсь. Но вообще просто бомба. Так, ну я смотрю свою косметичку. По-моему, все, что мне осталось, это только губы накрасить. На губах я буду использовать ту же самую помаду от Wet n Wild. Просто я и накрашу губы, и все. И давайте сейчас узнаем мнение независимого эксперта тоже. Любимый, как тебе мой макияж? Красивый. Ну, видишь какую-то разницу? Ну, в принципе, не особо. Не, ну, ресницы меньше, кажется. А еще что? Еще что. Ну, вот если бы я так накрасилась, там, перед тем, как мы пошли гулять там куда-то. Ну, красиво, конечно, аккуратно. Никаких замечаний? Ну, на самом деле нет. Ну, ты, я же слышал, с какого-то партия, там, что-то не позволяешь. Ну, без кисточек. Ну, я не вижу особой разницы. Так что вот вам еще одно мнение независимого эксперта. Обязательно сообщите мне, как вам понравилось, было ли это видео для вас интересным и, может быть, даже чем-то полезным. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока. Для такой формы глаз отлично, но у нас не получится просто сделать такую стрелку. Поэтому, что можно сделать конкретно здесь? Я сегодня не буду рассказывать про тушевку тенями. Если Алину интересует конкретно вопрос со стрелками, то давайте я вам покажу, что можно сделать, как можно нарисовать стрелку на такой вот форме глаз. И, кстати, если у вас тоже чувствительные глаза, вот вам отличное решение для того, чтобы нарезать лук. Я сейчас только так это и делаю, потому что у меня глаза безумно чувствительные. И каждый раз, когда я режу лук, я потом могу плакать часов 5, наверное, даже когда уже все приготовлено. Значит, начинаем. Есть! Есть! Продолжение следует...